Впервые в Геленджике состоялся Всероссийский фестиваль греческого искусства «Культура сбежает народы». Три дня творческие коллективы со всей России и звезды современной эстрады демонстрировали гостям и жителям Бурорта греческий фольклор. Более 50 ансамблей на своем примере показали, как можно на одной земле по-доброму соседствовать разным народам, и что люди различной веры и культуры, объединившись, могут стать творцами истинного искусства. Наш номер называется «Перекресток культур». В этом номере участвует еще творческое объединение «Солнечный парус». Мы начинаем греческую сюиту, а продолжает, заканчивается этот номер российским номером. То есть как бы символизирует перетекание и дружбу народов. Количество участников данного проекта на сегодняшний день 679 человек. Это присутствует из Греции, из Кипра и со всей России коллективы, как греческие, так и вместе с нами есть еще и другие диаспоры. В том числе присутствует диаспора адгейская и армянская. Также участвуют коллективы украинские и русские. Организаторы фестиваля действительно постарались сделать все, чтобы этот трехдневный праздник навсегда остался ярким воспоминанием в сердцах всех его участников. И стартовал он 6 июня, в день Вознесения Господня, в стенах Свято-Вознесенского кафедрального собора в Геленджике. Это так должно быть, потому что мы, греки, ставим во главу глаз сначала веру, потом остальное. Поэтому, думая, что мы получим благословение владыки на фестиваль, это очень дорого нам стоит. Праздник греческой культуры проходил на земле древнего полиса Торик в честь 30-летнего юбилея греческого общества Геленджика, а также в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Глобальный туристический маршрут, разработанный Краснодарским региональным отделением Русского географического общества, совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в этом году одновременно открыл курортный сезон на всем южном побережье России, продемонстрировав всему миру, что наша страна – это уникальный центр античной цивилизации. Туристический проект «Боспорское кольцо», который существует, он находит развитие, мы это видим, и различные проявления этого проекта, этот туристический проект заслуживает чрезвычайно высокой оценки. Вы знаете, что прошла яхтенная регата у нас в Крыму, в Ялте, завершение яхтовой регаты. Поэтому событий чрезвычайно много, и каждый из этих событий говорит о том, что все мы, русские греки, русские армяне, русские евреи, русские украинцы, все мы едины, и объединила нас сегодня вот здесь, в Геленджике, великая греческая культура, объединила нас сегодня историческая память, объединила нас чувство патриотизма к нашей родине, великой России. Музей греческого культурного центра в Геленджике – одна из точек туристического маршрута проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Здесь собрана уникальная коллекция артефактов греческого быта и культуры, а также использованы самые современные технологии для информирования гостей музея об истории греков России с древнейших времен до наших дней. Мой папа родился в Геленджике, рос вместе с греческими мальчиками, с русскими мальчиками, великолепно знает греческий, и много родственников, друзей, и не было в моей жизни ни одного лета, чтобы мы хотя бы на неделю не приехали в Геленджик, и, конечно, мы до сих пор радуемся этим теплым, замечательным традициям, и особенно радуемся тому, что они восстанавливаются, укрепляются. И я счастлива побывать в этом центре, и счастлива наблюдать, что эта дружба получает поддержку в виде таких замечательных, замечательных инициатив и предложений. Когда меня пригласил первый раз Флатон Васильевич сюда, а я как-то, ну, сложное время было, и мне вырваться сюда, я вырвался всего на один день. Зацепила, поехала, приехала. Поэтому я не могу сказать, что я здесь частый гость, но когда мне удается здесь бывать, я сюда приезжаю с удовольствием. Дорогие друзья, 30 лет – это не возраст. У вас впереди еще многие-многие-многие-многие годы и многие юбилеи. Поэтому от всей души я вас поздравляю с этим праздником. Вы правильно все делаете, поэтому к вам приезжаем с удовольствием. Удачи, счастья, здоровья и новых творческих успехов. Обнимаю вас, люблю. Ваш Федор Юрчей. Ровно в 6 часов первого фестивального вечера торжественная колонна участников концерта прошла по набережной Геленджика. Впереди нее юные понтийцы несли один из главных греческих символов – корабль. Очень много связано, на самом деле, с этим символом. Это и корабль Арго. И, как интересно, ее давали такую оценку Византии. Да, Византия ее сравнивали часто с кораблем, который несет попутным ветром идеи вечности и добра. И удивительно то, что и к античному миру на самом деле было такое же отношение. Почему? Потому что те люди, которые не были христианами, ну, предположим, Платон, Аристотель, да, но те люди, которые не отрицали единого Бога, они, по сути дела, заложили основу всей европейской цивилизации, да. Они говорили о том, что искусство должно возвышать человека. Собственно, идея фестиваля, она заложена в самом названии «Культура сближает народу». Церемония открытия фестиваля началась с театрализованного действия. На корабле появился главный символ фестиваля «Античная Лира». А со сцены прозвучали самые добрые пожелания от почетных гостей и организаторов мероприятия – представителей администрации Геленджика, президентов ФНК «Греков России» и главного инициатора праздника – председателя греческого геленджикского общества Афлатона Салахова. Мы благодарим всех. Конечно, мы очень благодарны всем коллективам, которые приехали к нам. Мы очень благодарны нашим некоторым предприятиям города, также администрации города, которая включилась реально в этот проект. Делается полностью совместно вся работа вместе с администрацией города Курорта Геленджи. Концертные программы длились три дня на самых разных площадках города, а также в поселках Кабардинка и Дивноморска. Гости курорта могли не только соприкоснуться с греческой культурой, но и пообщаться с ребятами лично. Участники фестиваля с большой охотой рассказывали зрителям об особенностях греческих костюмов, музыкальных инструментов, а также почему культура греческого народа настолько многообразна. Подобного рода мероприятия вообще важны, не только там для греков, я думаю, и для всех людей, а для нас, поскольку нас действительно очень мало. Это есть лишний, что называется, момент, показать о том, что мы еще не совсем ассимилированы, что мы помним о своих традициях, о своей культуре, чтобы на этих примерах училась молодежь и передавать это все молодежи. Я считаю, это очень важно. Приехали все понтийские общества нашей страны, и мы счастливы принимать у себя столько гостей. Очень хочется, чтобы фестиваль стал доброй традицией, поскольку он наполнен любовью к грекам России. Вы знаете, впечатления очень приятные, масса позитива. Прекрасный город, великолепный концерт, прекрасное действо, все так организовано. Вообще, на самом деле, мы очень рады, что нам удалось попасть на такое мероприятие, такого уровня и проявить свой скромный талант здесь, среди таких профессионалов, которые представляют свое творчество. Все очень хорошо, все радостные. Это объединяет всех. Я бы хотел пожелать, чтобы сохраняли свой язык, чтобы учили детей своих, чтобы это все продолжалось. В вечерних концертах демонстрировались только самые лучшие и самые эффектные номера. За слугами каждого участника фестиваля зрителей знакомил ведущий мероприятия известный шоумен Павел Гаврилидис. На этом фестивале хочется отметить то, что очень много именитых лиричистов приехало сюда, много артистов, которые совсем с разных уголков, из Кипра, из Греции. Очень много почетных гостей прилетело из Греции, из Салоников, из Афин, из Айанапы, город, с которым по-братимству иметь Геленджик. Организация на высшем уровне. Низкий поклон всем организаторам фестиваля, потому что сделать такое мероприятие, и собрать всех таких профессионалов в одном месте очень тяжело. Порой казалось, что настоящая жизнь фестиваля проходит не на сцене, а, как говорится, за кулисами. Здесь присутствовали популярные, всеми любимые греческие музыканты, и каждый желающий мог подойти к своему кумиру и сделать фото на память. Мы приехали группой музыкантов из Афин и Салоников. Играем понтийскую музыку. Здесь присутствуют Стелиос Халкидис, Йорго Сатмацидис, Костас Калусис и Димитрис Ксенитоополос. Это большая честь принимать участие в таком большом мероприятии, которое посвящено эллинизму. Музыка, танцы, культура объединяют народы. И мы приехали как раз для этого. Я хочу выразить благодарность тем людям, которые нас пригласили. Господину Салахову, представителям городской администрации. И хочу сказать, что это город великолепный и очень красивый. Здесь живут потрясающие люди. Приятным сюрпризом для всех гостей мероприятия стали также выступления Ксении Георгядзе, Медею Хурсулиду, Александра Цопозидиса, музыканта из Турции, Адема Акиза и дуэта братьевца Хориди из Греции. Я из Трапезунда и первый раз приехал сюда, в Геленджик. Прекрасный город, мне он очень понравился. Спасибо большое греческому обществу за приглашение и за возможность нам более тесно пообщаться с народом. Всех благ! И нас любят, и мы их очень любим. Мы путешествуем по всему миру, но когда приезжаем сюда, то чувствуем себя как на родине. Потому что здесь люди как в Греции, и это нас сближает. Хочется пожелать, чтобы это мероприятие с каждым годом становилось еще более масштабным, чтобы греческая культура продолжала распространяться там, где это необходимо. Греческий фестиваль в Геленджике лишь отдаленно напоминал привычные нам концерты. Видимо, настолько сильно зрители были вовлечены в концертную программу. Как только начинала петь Лира, вся площадь перед сценой заполнялась людьми. Вместе танцевали и откровенно радовались жизни представители разной веры и национальности. Гости из ближних и отдаленных уголков России и других государств. Культура сближает народы. И участники первого Всероссийского фестиваля греческих искусств Геленджике очередной раз это доказали. Праздник прошел ярко, дружно и самобытно. Редактор субтитров А.Семкин